Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить квесты Дейдриджских Принцев. Сегодня у нас на очереди Мерунос Дагон, также известный как Михрунос. Главный антагонист четвертой части Свитков. Принц, доставивший огромное количество проблем и вызвавший кризис Обливиона. Принц разрушения, его сфера это разрушение, изменение, революция, энергия и амбиции. Его также ассоциируют с естественными опасностями, такими как огонь или даже со стихийными бедствиями. Для того, чтобы начать его квесты в Скайриме, точнее его основной квест и получить его Дейдриджский артефакт, бритву Меруноса Дагона, мы получим музейную листовку, для того, чтобы посетить музей в Донстаре. Музей мифического рассвета, культа Меруноса Дагона, который, собственно, и начал кризис Обливиона. Так, посетить музей в Донстаре. Я не помню, с какого левела, но вы по-любому получите эту листовку в процессе своего прохождения. Так, 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 аккуратненько, сука, чё ты как-то-то вот как ДЦПшник. По кнопкам не попадай, ну ладно. Мне страшно, мы отправляемся в Донстар, посетим там музей, послушаем диалоги и получим один из моих любимых артефактов. Музей находится на побережье, поэтому вы его не пропустите. А вот и первый посетитель. Музей мифического рассвета открыт, друг. Музей мифического рассвета? Да. Здесь моя коллекция артефактов культа, который чуть не разрушил империю. Да, этим стоит гордиться определенно. Посмотришь экспозицию, мы поговорим. У меня есть работенка как раз по тебе. Звучит неплохо. Давай поговорим внутри. Давай. Получен квест. Осколки былой славы. Не стесняйся. Возвращайся ко мне, когда захочешь обсудить условия работы, что я тебе предложил. Гобелены, которые висят в этом зале и снаружи, были найдены в схронах, где члены секты мифического рассвета встречались и обсуждали свой заговор. Величайшим достижением культа было истребление династии Септимов и открытия врат Обливиона. Ну, мы прекрасно это помним. Бритва. Точнее, ножны к бритве. Эти одежды носили на тайных встречах мифического рассвета, где секта вынашивала заговор с целью привести Даэдра Меруна Садагона в Тамриэль. Каждая нить, из которых сшито это одеяние, была окрашена жертвенной кровью. Ну, это ты, конечно, уже загоняешь, но... Да ладно. Ты нам можешь еще про бритву кое-что рассказать, но... Чё-то он не хочет разговаривать, ладно? Книга комментариев к Мистериуму Заркса Написана главой Ордена Мифического Рассвета Манкаром Камараном. Он обещал, что все его последователи попадут в рай после смерти и затем возродятся рядом с Меруна Садагоном. Комментарии Манкара Камарана к Мистериуму Заркса. Так назывались эти книжки. Четыре тома, которые мы должны были получить для того, чтобы... По-моему, для того, чтобы найти, собственно, логово Мифического Рассвета. Эти обгорелые бумаги — все, что осталось от легендарного Мистериума Заркса. Кощунственные книги, написанные лично Меруна Садагоном. Говорят, что Манкар Камаран использовал книгу для открытия портала в рай, где все его последователи будут жить вечно. Это было действительно так, но рай был лишь для него... Для него любимого, собственно. А почему останки? Не помню. Наверняка кто-то пытался уничтожить книгу. Ладно, про Бритву ты нам уже ничего не расскажешь. Вопросы о музее? Работа. Или ты хочешь поговорить о делах? А, вот, листовку. И вот ты здесь. Что ж, надеюсь, музей тебе понравился. Так, забирай свою листовку. Да, она мне действительно нахер не нужна в инвентаре. Квестовая причем. Так, давай поговорим о работе. Или почему ты открыл этот музей? Я не скрываю, что мои предки были членами Мифического Рассвета. А зря. Одного из моих праотцев даже избрали для убийства самого Уриэля Септима. Мы годами прятались от своего прошлого. Стали торговцами, богатыми и влиятельными людьми. Но я понял, что важность Мифического Рассвета, наша важность, для истории неоспорима. Да ты что? Я хочу, чтобы все Автомриэли вспомнили, что в какой-то момент мы держали в своих руках судьбу мира. К добру или к худу. Ой, дебил. Ну ладно. Давай поговорим о работе, которую ты хотел кому-то поручить. Для начала послушай немного истории. В общем, после кризиса Обливиона, несколько групп взялись за уничтожение остатков Мифического Рассвета. Одна из групп нашла бритву Меруниса. Великий артефакт Меруниса Дагона. Они разбили ее на три части и поклялись хранить их порознь. Это было почти 150 лет назад. Но потомки тех воинов все еще хранят обломки кинжала у себя. И они живут здесь, в Скайрилле. Все трое? Забавно. Хорошо. Ты хочешь, чтобы я помог тебе собрать обломки, верно? Двое из хранителей обломков, Гунзул и Дроскуа, опасные бандиты. А третий, Йорген. Я знаю только, что он живет в Морфоле. Вот, держи мои записи о них. Если добудешь части кинжала, я хорошо заплачу. И лишних вопросов задавать не стану, если что. Хорошо. Удачи в поисках обломков. Отправляемся. Первый пункт нашего путешествия, точнее нашей охоты за даритическим артефактом. Говорят, стражи рассвета отрождаетесь. Да, рот ты закрой, ну. Воспеди. Ты знаешь, сколько раз я уже с Карим прошел? Ой, даже не вспоминай. Я сам не помню. Морфол. Морфол, дорогие друзья, самый ближний и самый простой. Точнее, самая простая часть нашего путешествия. Давай поговорим. Я отвечаю за лесопилку. А до остального мне дела нет. Я еще бритву. Ни малейшего понятия не имею, о чем ты. Что ты что? Правда, что ли? Псил сказал мне иначе. Я о нем слыхал. Мой отец подозревал, будто он связан с мифическим рассветом. Похоже, старик оказался прав. Моя семья восемь поколений убила на то, чтобы уберечь бритву от вымершего культа. Как по мне, так пусть рукоять и дальше хранится под замком у меня дома. Мы можем ее украсть, мы можем его убедить и мы можем его запугать. Давай убедим его. Тебе так уж нужна эта рукоять? Ладно. Вот ключи. Она заперта в сундуке в моем доме. Вот и все, собственно. До встречи. Забираем первую часть. Рукоять бритвы Меруна Садагона. У меня стоит... У меня стоит ретекстур этой бритвы, поэтому рукоять выглядит намного лучше, чем в оригинале. Но не только рукоять, а и сама бритва. Вот вам и первая часть. Ну, заберем все, конечно же. Дальше отправимся в форт, к бандитам. Эта крепость, треснувший бивень, находится недалеко от Фолкрита. Тут я, по-моему, недавно бывал, поэтому бандитов тут быть не должно. Ну, по крайней мере, снаружи. Ну, вот... Че ты? Что это было? Ничего не было. Все это... Все это галлюцинация. Давай, выходи на честный бой, твою мать. Видали мы таких. Ух ты, мраще. Нет, ну че ты. Вот это вот нападает сразу, но... Я с тобой, как обычный, одноручник буду разговаривать. Никаких понтов, никаких слишком прокачанных мечей. 53, да? Сколько там мой бьет? 53, точно такой же. Но этот мне больше нравится, чем эльфийский. Какой-то слишком широкий клинок. А этот такой прямой, изящный. В общем, понравился что-то он мне. Хоть вы знаете, что я фанат катан. Давай, отворяй калитку. Собственно, хранилище, в котором полно ловушек. Ну, то есть, избежать их не составляет большого труда. Но, тем не менее, тут же их понаставили. Поэтому я обязан просто вас об них, о них, о них, так будет правильнее предупредить. Не знаю, почему я шкирюсь, но мне так удобно. Так, заберем золотишко. В любом случае, такой алчный мрази, как ту, за которую я играю. Золото явно пригодится. Очень опасные ловушки, ну, вы уже поняли, да? Вот и все. Отправляемся теперь на самую опасную часть нашего путешествия. А последняя часть у нас находится вот здесь. Старушечная скала. Там есть еще ведьмин оплот. Это довольно-таки большая локация, в которой полно изгоев и ведьм. Ну, давайте начнем штурм, пожалуй. Как только я туда доберусь, естественно. Она находится недалеко от, собственно, Маркарта. Поэтому пробежаться, ну, есть, конечно. Дракон пролетел. Да, дракона лучше не бить незачарованным, точнее, непрокачанным оружием. Но, тем не менее, я попытаюсь. Или он там уже на кого-то сагрился? Будем надеяться, что он там перебьет всех изгоев к чертовой матери. Не знаю, на кого он там напал. Но, судя по всему, я буду его следующей жертвой. Не-не-не, смотри, там кто-то есть. Пещерный мишка. Пещерный мишка Воз Дрэгон. Да помри ты уже, ну. Вот что значит бить дракона непрокачанным оружием. Гемор. Всю броню кровью заплевал. Мразь. Ладно, пойдем. А там еще шресгоев куча. Ладно, размотаем. Вот он, собственно, ведьмина плод. Можно пойти вот так вот, а можно зайти там через этот самый... Через башню. Пойдем, наверное, через башню. В любом случае, сагрится все изгои в районе. Слышь, это наш район, пацанчик. Короче. Лучше бы взять два меча, конечно, в руки. Тем более, что я... Не-не-не. Основным будет этот. Просто возьму катану на подстраховку. Вообще, не катану, а вакидзаси. Никого нет. Никого. Выкупаешь? Вообще. Вообще, никого нет. Блядь, заметил. Так. Там вот эта сука. Все, сука, разобрались. Самое главное. Сделали. Ау. Еще и камеру трясет-то так. Ты посмотри, какая сволочь. А что у меня камеру трясет от попаданий? Я тебя сделаю! Что за злоебучий мод это делает? Сначала. Да не буду я этим заниматься, вперед. Наш штурм, блядь. Оп-оп-оп. Так, ладно. Где ты прячешься? Что значит, где я прячусь? Я просто бегаю вокруг тебя. Дебил, совсем не видишь меня. Ой, ладно. Ой, все. Кто-нибудь. Рысковое сердце. Давай спокойной ночи. Там тролль еще. Скотина, ты как попала? Я же тебя просто... Invade ProSkillmaster. А ты вообще не подходи ко мне. Так. Почти у цели. Нам нужно подняться вот туда. Единственный способ это сделать, пройти через, ну, через башню. Я бы хотел как-нибудь этот путь скоротать, но, судя по всему, не получится. Вперед. 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 Не спрашивайте меня, как я это сделал Я сам не знаю Но это, судя по всему, не то, что мне нужно Сейчас проверим Так Да, мне нужно повыше Повыше Туда аж, на башню Но тут тоже литок неплохой Мне все-таки срезать не получится Ну ладно Ладно Что сделаешь-то? А ты что расселась? Мразь Вот ты где Вот это вот замедление Меня так заебывает иногда Хорош уже Эффект уже прошел 4 раза А они еще, блять, меня морозят Вот этим и Кривая, собственно Система То есть движок с Карима Вот этим он мне и не нравится Процедурными багами Это плохо, когда они есть Но это исправимо Похоже, мы на месте Не, ну а ты как думал? Я что, с тобой играться буду Вот это, собственно Шарик Шарик Жемчужина Которая Должна быть встроена в рукоять Также мы тут Можем найти Слово силы Не помню какое Но да пофиг Страх и спуг Хорошо И камень Барензии Который Который уже Всех Сдолбал Но я, кстати Могу вам пройти Этот квест Если Есть Желание Да Давайте отправимся Пожалуй Обратно в музей Он нам за каждую За каждый кусок Собственно Бритвы Заплатит Баблишко По отдельности Но если мы пронесем все сразу Он нам и бабла сразу отсыпет И сразу и квест продолжится Здравствуй, здравствуй, друг мордастый В чем делаю? У меня все части бритвы Ого Да ты знаешь свое дело Три шестьсот Мне это нравится Неплохо Держи награду Давай Наконец-то Все части бритвы в моих руках Пора открыть тебе кое-что Есть и четвертая часть Это ножны в витрине Они созданы для бритвы И это еще не все Я знаю, как собрать все части вместе Нужно только отнести их в святилище Дагона И вызвать самого владыку Хаоса Охуенно Ну, пошли А он сможет восстановить бритву Я с самого детства знал, что у культа мифического рассвета Великое предназначение А теперь я понял, в чем оно В чем? Неужели не понимаешь? Нет Судьба привела тебя прямо ко мне и к обломкам Дагон ответит на наш призыв Мы почти у цели Встретимся у храма Ну да, ну да Давай, давай Иди, иди Выполняй свой священный долг перед предками Ага Придурок Конченный Оригинальные книги Какая прелесть Соберем все Поставлю у себя дома Будет напоминание мне об Обливионе Роба мифического рассвета Но мы ее брать не будем Собственно Последняя страница Это мистериум экзаркса Но ее взять нельзя Ладно, отправляемся На самом деле Храм находится высоко в горах И добраться до него можно Ну, по сути, одним путем Я начну свой путь Из Донстара Не, врум С Морфола Потому что Тут Это самый простой способ Выйти на тропу Которая будет вести К самому храму Вот там виднеется По-моему Сам лабиринтиан Япономарь Ты вообще Неожиданно Тут вылез Япономарь На хер Оп спокойной ночи тебя поломала то бедняжка чё ты там с собой носишь стальной меч нахер он тебе нужен ты все равно дубиной машешь так это у нас лабиринте но лабиринте он мне не нужен нам нужно двигаться дальше главное не провтыкать собственно тропу потому что подняться будет тогда очень довольно сложно канаде там однозначно на этой стороне на этой стороне горы а вот где именно это уже другой вопрос чувствую себя каким-то карликом чем дело наверное это из-за того что мы в горах все такое большое поэтому я чувствую все-таки маленьким беззащитным даже с мечом в руке да чё то я опять занялся легендарным ска римским скалолазанием по отвесным поверхностям ну да ладно тут так просто не подняться как вы уже поняли но я буду пытаться раз я уже провтыкал ну либо не провтыкал либо просто еще не дошел то той самой тропы буду пытаться подняться ну более традиционным способом ну традиционным для скорима само собой оп оп ну давай ну давай давай мы хорошие еще чуть-чуть еще немножечко все молодец все считай мы там где нужно давай давай самая сложная часть уже пройдено давай ты сможешь давай мой хороший еще немножечко еще чуть-чуть и давай сука немножко же осталось вот все мы поднялись на самом деле вот тропа была ну то есть там надо было пройти еще немного но так тоже можно тут тролль по моему где-то должен обитать давай вот отсюда да да я я помню я помню все твои закидоны так ну и вот она собственно святилище ты здесь хорошо место для форматерических сердец и тогда догон заговорить с нами с нами ну пока нет но это я так на всякий случай у нас так вот мир у нас так вот я понимаю тебе твою бритва здорово просим кистерами давали я им тебя вновь показать тем реакцию славу этого клинка не получается может ты попробуешь давай ты смертный дорогой можно говорить конечно можно тебе удалось собрать части моей бритвы ну да это была забавная игра но так он не объявит победителя пока на доске есть пешка убей сила он и его рот сослужили свою службу слушаюсь и повинуюсь убей его стань моим героем или я тебя сокрушу ой блять напугал кота сосиской стой стой не убивай меня что такое есть другой способ какой я могу отнести эти части обратно в музей закрыть их в витрине ты получишь довольно золото я завершу свою коллекцию и никому не надо умирать нет мне нужен артефакт я убил нормального пацана и продолжу убивать для того чтобы собрать все артефакты ладно но без боя я не сдамся конечно только ты умрешь в любом случае понимаешь в чем дело смерть твоя была предрешена я доволен смертный я дам тебе свою бритву используй ее чтобы погрузить там и эль в хаос обязательно благодарю вас лорд догон аня иди нахуй я использую бритву так как посчитаю нужным догон избавь меня от своей мелочной гордыни ты лишь орудие моей воли смертный не забывай ага положи руки на мой алтарь в последний раз и ты узришь силу мируна садагона ну давай короче склифосовский оп по красоте чик перед тем как ты уйдешь смертный последнее задание ух ты мразь ну да вылезло 2 2 3 моры которые решили на меня напасть с каждого из них падает о кстати топор инферно падает сердце там внутри еще сокровищница давайте зайдем почему бы и нет мечи достань ёпта тут с нами сюсюкаться не будут еще два сердца как вы видите они своим огненным оружием неплохо мне сносят хпшку но по прежнему враги довольно слабые и того 4 сердца раз в пару дней сюда можно заглядывать они спавнятся к тому же все вот эти вот слитки что здесь есть они спавнятся аналогичным образом так же как и ингредиенты то есть довольно таки неплохое место наваристое железные сапоги ну нахер не нужно а вот золотые и абонитовые слитки я пожалуй заберу это мне всегда всегда нужно так тут я уже все осмотрел еще золотишко огненную стрелу я не помню ну в крайнем случае продам вот такое вот неплохое место заодно и для фарма отлично подходит что ж дорогие друзья мы прошли сегодня дейтрический квест амируна садагона под названием осколки былой славы получили дейтрический артефакт бритвы умируны садагона с уникальным зачарованием выглядит она тоже довольно таки привлекательно а уникальное ее зачарование в том что есть небольшой шанс мгновенно убить противника то есть убить с одного удара это лучшее оружие для убийцы точнее для даггера потому что ну во первых в ветке скрытности есть 15 кратный урон с ножа во вторых в броне темного братства есть удар со спины который там еще этот множитель до 32 разгоняет плюс прокачка там просто будут вылетать космические цифры она использует навык одноручного оружия то есть чем более у вас навык зачарования и навык одноручного оружия развить тем больше собственно урона она будет наносить я люблю эту бритву использовать в моем дуальном билде на самом деле и по виду она выглядит тоже превосходно что ж дорогие друзья с вами был марс миру нас догон осколки былой славы если я не ошибаюсь конечно да да именно так осколки былой славы увидимся в следующих сериях прохождение дейдерических квестов непонятно почему тут висят эти знамена но да ладно всем удачи всем пока до новых видео до новых встреч до новых встреч до новых встреч